Всем привет! Продолжаем изучать машинное обучение и сегодня предлагаю познакомиться с такой библиотекой, как TensorFlow. Поэтому идем. Для начала себе ее скачиваем, импортируем, открываем наш Юпитер и вперед. Значит, план такой. Немного познакомимся с библиотекой, посмотрим некие ее особенности и затем рассмотрим опять линейную регрессию, но на все раз используя градиентный спуск. Поэтому я предполагаю, что вы знакомы с тем, что такое градиентный спуск и как он работает. Итак, для начала поговорим о некоторых ключевых особенностях TensorFlow. Я здесь подготовил совсем немного кода, чтобы рассказать ключевые особенности. Итак, первая. Первая, первая, первая. Вот эта библиотека, она написана на языке C. Имеет два интерфейса, можно сказать. Один для языка C, какого-то, не знаю какого. А вторая это для нашего Python. Это первая особенность. Вторая особенность, что весь код делится на две части. Проектный код и экзекьюшн код. То есть тот, который выполняется непосредственно. Код может быть выполнен в разных окружениях. То есть может быть на графическом, может быть на ЦПО. Поскольку эта библиотека уже достаточно зрелая, она очень популярная. То есть зайдите на GitHub, посмотрите сколько у них коммитеров, лайкеров и всего прочего. Очень большое количество. Поэтому уже существует всякого рода удобное облачное окружение, куда вы можете закинуть, запустить ваш код. Дальше поехали. Тензор, вот Тензорфлоу, да, вот прямо из названия идет нам ключевая абстракция, которую мы используем, когда мы задействуем данную библиотеку. Это тензоры. Тензоры очень похожи на матрицы, только плюс еще N дополнительных измерений. То есть матрицы это два измерения, а тензоры, ну мы как правило будем в трехмерном измерении работать. В больших особо смысла нет, но имейте в виду, что тензор это уже более общее такое понятие. То есть как матрица упрощается до вектора и точки, так и тензор упрощается до матрицы, до точки, до вектора. Это более общая абстракция. И с ней те же самые вещи делаются, что и с матрицей. Каким образом записывается? Записывается в очень похожем стиле. Как на пае мы определяем, так и здесь. Но есть существенная разница. Когда я вот сделал, вот, объявил вот эту переменную, да, от нам пае, и если я ее выполню, скажем так, отпечатаю, да, то я увижу сразу результат. Но если я попытаюсь то же самое сделать на тензоре, то есть на объекте типа тензор, то я увижу всего лишь описание. Во-первых, я увижу размер. Во-вторых, я увижу тип. И в-третьих, я увижу имя. Да, тензором вы можете дополнительно присваивать имена. Имена, например, удобно использовать, если вы предварительно сохранили на диск ваше вычисление, а затем через некоторое время снова поднимаете ваше вычисление. Вот здесь имена вам, в принципе, могут помочь. То есть название переменок у вас будет другим, когда вы восстанавливаете, а благодаря переменам вы сможете успешно восстановить. Так-с. Ну так, вот, теперь возвращаемся дальше. То есть у нас здесь отпечаталось всего лишь некое описание. То есть не выполнился код, как вот у NumPy, да, а всего лишь отдалось какое-то описание. И вот это то, о чём я говорю. То есть код делится на две большие части. На проектный и на execution код. Чтобы тензор наш всё-таки выполнить, мы должны воспользоваться такой абстракцией, как сессия. В сессии мы превращаем наш проектный код в исполняемый. То есть там всё и вся магия это происходит. То есть мы предварительно должны создать некий граф вычислений. И этот граф вычислений будет выполнен из сессии. Сессия определяет те аппаратные средства, например, где будут выполнены. Также там можно с параллельностью побаловаться. И ещё дополнительные возможности. Например, лагирование. Ладно. Каким же образом мы запускаем? Хотя давайте я всё же немножечко тормозну и... тензор граф. То есть вот такая картинка. то есть когда мы описываем наш код вернее делаем проектный наш код да по сути дела мы описываем граф и из чего этот граф предстоит. Узлами здесь операции а стрелочками это наши данные которые катятся от одной операции к другой и до тех пор пока не сведём какой-то конечной операции и которая нам в итоге будет отдавать ответ. Естественно данные к операциям мы передаём какие-то переменные инициализирующие начальные от которых мы собственно и пляшем. И как вы уже догадались даже операции не выполняются сразу. Операции также относятся к проектной части. Так, где у меня здесь пример? Вот, например. АТФ суммирую Тензор и число. То есть вот это вот АТ это тоже Тензор который мне нужно выполнить. Ладно. Теперь давайте всё же как выполнять. Выполняется следующим образом. Мы берём наш объект сессию берём Mid-at-Run и в него передаём тот Тензор который мы хотим выполнить. Повторюсь, Тензор это широкое такое понятие в данном случае. Это может быть операция по большому счёту над чем-то. Либо непосредственно объект Тензор то есть уже конечная ну матрица например. Ну Тензор в общем случае. Либо второй вариант воспользоваться методом Eval то есть у каждого объекта типа Тензор есть метод Eval мы его можем запускать только в окружении сессии. То есть нужно опять With например если вы не хотите закрывать сессию самостоятельно то оборачиваем With и там запускаем. Хорошо. Дальше поехали. Если мы вот посмотрим вот здесь я использовал констант и это наталкивает что здесь есть разные типы переменных и да здесь есть разные типы переменных. Первый тип это константы то есть один раз объявили и они не изменяются. Второй тип это переменные это то что мы меняем. Интересный третий тип это некий placeholder placeholder все что нам нужно там главное определить это какого типа будет переменная а а затем мы можем активно использовать вот в нашем нашем описании то есть в составлении нашего графа и лишь когда мы затем вызовем сессию мы наполним этот placeholder конкретным значением то есть константы и variable мы инициализируем сразу то есть вот так вот явно передаем а placeholder мы можем не инициализировать то есть просто оставить здесь пустое значение просто сказать какого типа и все заполнил мы чуть позже где placeholder используется например мы какой-нибудь пишем алгоритм пока описываем просто поток то есть описываем наш граф а заполним мы уже когда подгрузим наши данные то есть наши наши какую-нибудь табличку хорошо так что здесь еще интересного так если вам все же нужен результат переменной результат результат работы тензора то мы его запускаем в сессии и сохраняем какую-нибудь переменную и затем эту переменную мы можем активно использовать то есть фактически здесь превращается в нампайовский вариант массива так а сейчас я вам в качестве практики то есть вот некие основные идеи данной библиотеки я рассказал то что у нас разные типы переменных что основная абстракция тензор вы должны понимать и что все это выполняется в сессии то есть ваш код делится на две части проектный и экзекьюшн так дальше поехали вот эта библиотека тензорфлоу она у нас главным образом для глубоких обучений то есть для сетей а в сетях есть такой интересный метод градиентный спуск градиентный спуск чтобы считать веса наших моделей я предлагаю использовать посмотреть скажем так на небольшом примере как мы можем воспользоваться библиотекой тензорфлоу и воспользоваться в частности градиентный спуск я надеюсь что вы знаете что такое градиентный спуск я надеюсь вы знаете как он работает я надеюсь что вы знаете основные идеи его по крайней мере у меня конечно есть желание также записать видео по градиентному спуску но пока пока руки не дошли так я вот здесь значит простой датасет подключаю здесь в принципе вот это даймин вариаблс не обязательно было делать я просто скрипасил из одного места не стал мучиться сиборн использую чтобы просто посмотреть где у меня более-менее линейная зависимость я хочу построить линейный график ну и я вот собственно вот этот решил выбрать то есть профит и какой-то rdspend rdspend и здесь значит так вычленяем эти данные вот вот опять график построил сделал скалирование от нуля до единицы к слову когда мы используем градиентный спуск если у вас присутствуют разные шкалы хотя у меня здесь вроде как ой одна шкала ну все все равно имейте ввиду если у вас разные шкалы и вы используете градиентный спуск то лучше сделать нормализацию собственно по этой причине я и сделал нормализацию ну собственно вот в итоге наш график я еще отбросил вот эти чтобы ну график был более красивый в итоге который будем задействовать на этом как его называется на линейной регрессии так так давайте теперь построим что ли поспользуемся так градиентный спуск как мы знаем это итеративный процесс веса которые мы будем использовать при построении модели они будут вычисляться итеративно как вы должны знать поэтому первую переменную которую нужно будет завести это тренинг эпох тренинг эпохс например ну пусть будет 250 то есть 250 итеративных процессов второй важный это у нас скажем так гипер параметры второй важный составляющий это является learning rate то есть размер шага ну допустим 05 сделали да это наши гипер параметры которые мы будем применять к нашему градиентному спуску да я еще забыл сказать но я все же предполагаю что линейную гречи вы тоже знаете к чему мы стремимся я вроде бы это не говорил но линейная регрессия так часто встречается это как некий hello world даже по идее если вы хоть немного покопались в мире дата сайса в этот в этот вы точно должны знать ладно теперь к чему мы стремимся к чему мы стремимся мы стремимся вот найти вот по большому счету вот такое уравнение витаки то есть мы хотим найти такие b и x давайте объявим их то есть это наши переменные которые мы будем находить с помощью градиентного спуска с помощью нашего итеративного процесса для этого воспользуемся нашим тендерфлоу объявим их как переменные и передадим значения значения могут быть ну любыми в принципе но лучше делайте их в каком-то диапазоне в котором у вас сами вот эти переменные вращаются то есть не нужно ставить когда у вас все крутится вокруг единицы нулей нулей то есть ваши данные а вы пишете здесь 10 миллионов не надо так делать но переменные в принципе значения можно любыми то есть мы сейчас выбираем скажем так некую стартовую точку некую стартовую точку от которой мы будем считать тэф прибыл ну допустим здесь 05 дальше поехали теперь нам нужен нам нужен x и y то есть нам нужно на чем мы тренируемся здесь плейсхолдер я воспользуюсь потому что я буду передавать вот эти значения сюда все что мне нужно указать у плейсхолдера это тип имена здесь передавать нет необходимости так сделали теперь дальше поехали вот наши перемены имеют вот такой вот тип api ну так воспользуемся им значит x то есть наша модель будет отдавать ответ prediction а какая у нас модель это суммирование чего б и и и и и вот это вот коэффициент и примера на котором мы обучаемся то есть мы получим вот здесь y prediction зачем мне этот prediction чтобы найти минимум вот данной функции вот вот данной функции к слову слайд взяться с лекции Andrew ng по машинному обучению есть курс то есть я пытаюсь вот сейчас вот эту функцию использовать моим методом градиентного спуска то есть используя градиентный спуск идею градиентного спуска я пытаюсь найти минимум вот в этой функции так и пишу то есть мне нужен кост reduce reduce sum tf po то есть я сейчас сейчас напишу вот эту функцию в один в один и и привет минус y то есть то что мне посчитала модель минус то что у меня актуальны вот эти вот y y и x это то что это вот эти вот реальные числа но я их использую чтобы построить прямую но я их использую чтобы построить прямую а здесь мы ищем остатки так в квадрату возвожу и затем мне нужно еще разделить на два множить на лэн и длину 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 примеров а длина примеров у меня вот здесь вот в экстрене в экстрене такс то есть вот я сейчас фактически написал два разделить на 2м м вот внутренние а нет внутренний лост фанкшен вот он у нас вот разность вот это вот сквыр и вот сумма теперь мне нужно взять воспользоваться градиентным спуском и здесь используется следующий метод то есть мы берем нашу библиотеку train и пишем градиент градиентный спуск оптимизатор и сюда мы передаем наш learning grade то есть наш шаг и минимизируем минимиз нашу кост функцию по большому счету кост фанкшен все это скажем так наша основная описательная часть наша проектная часть то есть мы описали веса дали им какое-то начальное значение от которых мы будем спускать точку минимума ну или искать локальный минимум используя используя алгоритм градиентный спуск алгоритм градиентного спуска y и x это наши примеры мы их не заполняем мы используем как плейсхолдер дальше мы знаем какая у нас модель вот наше уравнение в итоге построится давайте ее посчитаем и затем мы строим наш кост фанкшен и используя градиентный спуск мы пытаемся найти минимум вот у данной функции то есть по большому счету мы попытаемся найти вот эти вот и п то есть смещение и веса баяц нтв окей поехали начнем наш экзекюшен код писать для этого сессия объявляем объявляем сессия давайте я сразу ее закрою хотя нет не здесь закрою инициализируя глобальные переменные значит глобал запускаю их и теперь давайте уже работать с нашим гранитным спуском для каждой эпохи для каждой эпохи мы должны будем перебирать каждый элемент из нашей выборки из нашей базы данных с помощью которого мы будем пытаться обновлять параметры модели x y in zip здесь я использую вот наши тренировочные данные x train y train и здесь мне просто надо взять сессию запустить что я хочу чтобы у меня выполнить я хочу чтобы вот этот объект тензор выполнялся то есть фактически чтобы вот этот градиентный спуск работал так и пишу train train op но на чем он у меня работает он у меня работает используя выборку соответственно я должен передать вот эти примеры feed dict ну собственно x это у меня будет x то есть я взял вот отсюда а y это y так ну давайте теперь возьмем наши веса run и bias отдельно вынесем в их в отдельные перемены чтобы я ими потом мог воспользоваться чтобы построить график в итоге прямую так какую-то ошибку тензор is not callable а здесь я забыл это деление конечно так опять тут что-то сзади перекречено ладно пока это оставлю все же я смотрю немножечко другую идею теперь мне можно сессию тут закрыть я ее закрою вот здесь вот и я хочу построить два scatterplot просто просто совместить вот этот и на него я хочу нанести ту линию допустим color green так сюда я передам x x learn то есть у меня же вот эти веса они здесь в итоге то они обновились благодаря вот этому вот обучению соответственно что тут мне просто надо взять баяц плюс варить умножить на что на x train то есть на тот вектор который у меня там был ну и давайте просто отобразим y learn ok y y learn и ну допустим color color будет blue так скат так вот вот как мы видим вот такой вот результат получился то есть очень очень похоже на правду причем мы должны понимать что если я допустим уменьшу количество эпох допустим 30 увеличив здесь вот веса то у меня будет совсем другой график вот видите все очень очень далеко от правды поэтому эпох должно быть достаточно много то есть алгоритм вот ваш интерактивный когда он пытается найти соответствующие веса он должен отработать не раз не два а хоть какое-нибудь меняемое количество раз видите как все печально то есть даже начальное значение то есть откуда мы начинаем искать это все важно то есть я к чему градиентный спуск он это хороший численный метод но он нам не всегда даст классные ответы то есть вот когда мы использовали когда мы использовали вот матричные подход матричный в рядах когда искали там все очень красиво без ошибок то есть то есть а здесь как мы видим давайте я если здесь тысячу считаться к слову тысяча будет достаточно долго то есть то есть чем больше у вас вот эти вот подходов чтобы обучиться тем больше у вас времени занимает но благодаря градиентному спуску вы можете очень разным у разных функций найти минимумы то есть скажем так может задачу решили более в общем виде вот видите уже просто большее количество итераций показала весьма неплохой результат и так давайте пробежимся по основным идеям по основным идеям то есть нам нужно объявить гиперпараметры для нашего как называется то алгоритма градиентного спуска дальше нам нужно определить веса я здесь отдельно разделил веса и пояс можно было бы все вместе и им дать какие-то начальные значения то есть это по сути дела точка с которой мы начинаем искать локальный минимум то есть вот вот сюда мы передадим данные и мы с нее начнем искать локальный минимум то есть локальный минимум пытаться спуститься дальше нам нужно выборка то есть на чем мы обучаемся обычно мы их помещаем плейсхолдера и затем только их подключаем затем объявляем в такую переменную в такую переменную y пред это то что нам модель возвращает то есть то есть я надеюсь ну ладно то что нам модель возвращает то есть мы пытаемся вот такую фактически линию ведь найти так ведь и когда вот наши б и в они нам известны у нас вернется пред и мы же гранина спуском вот эту ведь функцию кост используем а кост мы что хотим мы ее хотим минимизировать так ведь ну и собственно вот наша функция кост которую я уже показывал вот она мы ее пытаемся минимизировать используем метод градиентного спуска то есть мы здесь сами руками ничего не прописываем просто нам нужно грамотно все подставить дальше открываем сессию инициализируемся то есть вот перемены чтобы инициализировали дальше дальше мы берем и начинаем наш итернативный процесс то есть берем наши эпохи и поэтапно загружая нашу вот этот алгоритм данными и вычисляя его когда все это дело у нас вычислено найдется посчитается у нас в итоге сформируется сформируются какие-то новые W 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 И я уже показывал, что очень сильно зависит от того, какое количество у вас эпох, какой у вас даже learning track, это тоже важно будет, и даже какая начальная точка. То есть мы видели, получали абсолютно разные результаты. Thanks. Ну, пожалуй, вот на этом я знакомство с Tensor Glows предлагаю закончить. See you next time.